Добрый день, второй день. Всех рад приветствовать. Настроились немножко на семейную историю. Надеюсь, вчерашний семинар как-то повлиял на вашу личную семейную историю, как это поможет вам в дальнейшем. Сегодня поговорим о том, что есть в архивной памяти, какие документы, что сохранилось, как искать, как делать запросы и так далее. На столе лежат листовки, кому будет нужно в конце семинара, можно будет взять. План сегодняшнего семинара пройдет таким образом. Мы около полтора часа на сам семинар, и полчаса у нас будет на специальную игру с документами. У нас стоят три стола, нам нужно будет как-то самим мудро поделиться. За каждым столом можно будет взять. В студию съесть кому удобно, либо стоять, в общем, кто как захочет. Правила игры я потом объясню. Эта игра помогает правильно понимать документы, вы увидите, какие документы. Потом, после игры, мы подведем итоги, кто правильно как запомнил диаграмму. И у кого какие возникнут вопросы по документам, мы еще разберем немножко документы, которые вы увидите. Поэтому то, что я сегодня буду рассказывать, эти документы вы еще сегодня копией их потрогаете в руках. Итак, начнем. Есть подарки мизинчиков у вас? В запасе не будет таком. Дайте себе, для новых. Папа. 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 Первое, что мы разберем. Немножко партнажер нам откроется. Хотя вот, вот это ик-то уже готовый. Папа. То есть, первая тема, это территориальное административное деление. С чем нам нужно идти в архив? Щелкаем так. Сейчас вот нащелкаем. Значит, смотрите. Ну, кто-то знает, кто может быть не знает, что деревня от села отличается тем, что там церковь. От пяти до пятнадцати деревень ходило в одну церковь. То есть, прихожане от пяти до пятнадцати деревень ходили в одну церковь. Либо в одну костюм, либо в одну синагогу, смысл один тоже. От пяти до пятнадцати сел входило в власть, что на современный язык краев. От пяти до пятнадцати властей входили в уезд, что на современный язык округ. И от пяти до пятнадцати уездов в губернию. Очень важно знать, что территориальное деление, все документы будут записаны именно по этому территориальному делению. Ну, по властям, уездам, губерниям. Нельзя прийти в архив со знанием только района, названием района, либо области. Очень важно знать именно название области. Теперь посмотрите, вчера мы с вами говорили о том, что очень важно знать биографию села. Важно знать историю села. Я взял выборочное село, ну, просто вот те, которые очень часто появляются у нас на карте. У нас от западной части России отличается тем, что у нас очень много переселенческих участков, которые появились по столетинской рефории. И, ну, я взял вымышленный участок. Конечно, бывают такие названия Усть-ФРКЛ или там вообще какие-то непонятные названия. Здесь что-то было просто для сравнения, для понимания. Например, переселенцы приехали в 907 году и по первому поселенцу, по первому его имени и фамилии назвали этот участок. В 907 году. Зачастую было так, что переселенцы на родине, там Пуис-Курская, например, губерния, там они все переженились, они приехали сюда и здесь переженились. Нет такого, чтобы была именно садной губерния именно в этот участок. Бывало и в Пермской губернии, и в Нижегородской губернии. То есть один участок могли заселять в разные губернии. И тут, конечно, могут появиться какие-то однофамильцы. Но зачастую было так, что именно садной губернии приезжали и заселялись. Через три года мы видим, что это стала деревня, и они вновь поменяли название. Нет документов, по крайней мере, я не видел о том, как именно меняли, по каким причинам. Здесь только можно догадываться. Либо там на сельском сходе, естественно, это все решалось, либо там первое поселение что-то как-то себя неправильно повел и решили все-таки деревню не называть его именем. Мы видим, что в 13-м году у этой деревни появляется церковь, и она становится селом. Как это происходило? Это ложилось, конечно, на плечи крестьян. Крестьяне собирались с сельским сходом и решали, ну сколько можно ходить за 3-9 земель, крестить наших детей, либо венчаться, а давайте мы все-таки построим у нас свою церковь. Они были ответственны за то, чтобы построить здание, построить церковь. Там распределяли, кто дрова несет, кто еще что-то. Но не только построить церковь, но еще и дом, где должен был жить священник. Если село большое, то там и Диака нужно, и Панамарь. В общем, для всех для них нужен был дом. И не только построить, но и его обслуживать, то есть отапливать. То есть они полностью брали на себя всю эту ответственность за ведение всех вот этих дел. Расстояния, конечно, были громадные. Я часто езжу по районам, и когда из одной деревни едешь в другую деревню, особенно у нас по Сибири, то это минут 20-15 на машине надо ехать. Как на санях это нужно было ехать. Я смотрел одно дело, где крестьянин, у него жена была в пресмерке, и крестьянин поехал за священником, чтобы ее исповедовать. И священник отказался. Он поехал к другому священнику. Тот тоже говорит, извини, но я болею. Так как вы не идете, и на третьем, когда он поехал к третьему священнику, то он пишет, ложек пала. То есть ложек умерла от зуба, да, или умерла. Вот какие огромные были расстояния. И опять же на сельском сходе это решалось, кто какие-то жертвы не внесет на строительство дома и так далее. Мы видим, что после гражданской войны, революции, село снова поменяло название, но стало Ивановское. Ивановское и двадцатый год, двадцатый год. И нету церкви. Во-первых, обратите внимание, что церковь по документам будет складываться из двух названий. Это название села и название библейское. Вознесенское, либо в честь апостолов Петра и Павла, Петропавловское и по-другим. Мы видим, что название поменяли. Возможно, это было связано с Николаем Вторым, с императором, сколько можно, этой власти. Для меня было всегда таким большим вопросом, который я сейчас думаю для себя, что я его решил. Это почему крестьяне так быстро подняли красные знамена и в такой, что называется, православной стране все быстренько стали атеистами. Как это вообще произошло, когда у нас и до северская республика появилась, там, советская, и многие-многие вещи. Потом, чуть позже, вы увидите, поймете, я не могу, что вам расскажу, мне сколько истории, вы поймете, что это не мгновенно произошло. Это все накапливалось. Приходит коллективизация, людей объединяют в колхозы. Колхозы у нас с 30-х по 60-е годы и позже, на перестройке. И вы видите, что они тоже получали свои имена, свои названия. Интересно знать, что на каждой улице мог быть свой колхоз. То есть в деревне, либо в селе, если это крупное село, могло быть 3-5 колхозов. И бывает такое, что вы смотрите документы архивные, и вы смотрите по данному населенному пункту какой-то колхоз, и видите, что вашей родни там нет. У вас сразу возникает вопрос. Либо они там уже не жили, либо вообще не жили, либо уехали в это время. Но на самом деле здесь вопрос каким-то с подвохом, что просто нет документов по другому колхозу. И они могли жить совершенно на другой улице. И они могли даже переезжать не то, что они хотели, а их могли передвинуть там. Ты побогаче, иди в дом победнее. И наоборот. После Хрущевская вот теперь дает нам совхозы, это тоже дает новые названия. После у нас перестройка. Это появляются поселки. На сегодняшний день это дачные участки с какими-то там 2-3 дома, со старожилами. Не говоря уже про те вот деревни, я тут опишу, которые уничтожены деревни во время войны, или деревни, которые затоплены Красноярским морем, когда строили Грязно, Сибирское море, другие. Строят лес, и деревни, конечно, плывут. Но ни в коем случае документы не оставляли советские администрации, они не варвары, они забирали все документы, поэтому неправильно думать, что если деревня затоплена, значит вместе с ней затоплены все документы. Вот вам такой пример. Обратите внимание, что все документы в архивах будут именно с такими названиями за такой определенный год. То есть если вы пойдете, например, искать, ну вы знаете, что в советское время село называлось Иванске. И если вы пойдете искать в архив, вы никогда не найдете метрические книги этой церкви, или документы дореволюционные, потому что свело Николаевское. И таких переименований с полширяда. У меня был опыт в Барнауле, когда деревню за 5 лет 3 раза переименовывали. А я только начинал тоже работать, для меня было удивительно, как семья так быстро прыгала из одной деревни в другую. И потом один краевед пишет, что просто мне поменяли название. Я уже успокоился. Думаю, как так могли бы строить. Вот, поэтому это тоже момент, учитывайте, что очень важно знать биографию села, историю села. Когда, в какие годы она меняла название. тогда вы смело можете прийти в архив и за определенный нужный вам год вы смело называете название той деревни, либо того участка, либо села. Если вы видите, вот, например, они в 1907 году приехали. Они же не были атеистами с 1907 по 1913. Они тоже входили в какую-то церковь. Если вы думаете, и вам говорят в архиве, что, извините, но по вашей церкви у нас с 1913 года, это не говорит о том, что больше никаких документов нет. Вам так могу сказать. Мы об этом еще поговорим. Но вы должны понимать, что до этого, то есть они как-то приехали и дали участок. Вот, тайга, ложка, гребите себе землянки и делайте дома. Да? Но детей-то рожали, двенчатся, речались. Значит, нужно найти ближайшее крупное село к этому участку, куда они до 13-го года входили в какую-то другую церковь. То же самое и по низходящей. Если церковь начинается, например, с 1880 года, это не значит, что все в пределах документов. Это значит, что нужно в глубину смотреть, из какого прихода выделился вот этот новый приход. Понимаете? Если что, то это говорит. То есть важно знать вот это все. И, естественно, территориальное деление. То есть в какую волость, опять же, в какой уезд. Если мы идем в глубину, мы помним, что были губернии, не всю вечности не были. Например, Енисейская там 1832 образовалась, а до этого она была частью в Томской, частью в Иркутской. Поэтому документы, чем глубже, тем нужно понимать. Если она была, относилась одна территория в Томске, другая в Иркутске, значит там будут в Томске и в Иркутске за эти годы документы. Понимаете? Вот. Поэтому, а дальше там Остроги и так далее, и так далее, и территориальное деление совершенно с другим названием будет. То же будет и наместничество, и так далее. Так, идем дальше, да, запишите. Как искать территориальное деление? Ну, по простому примеру. Например, любой административный сайт любой области либо края. Я взял, для примера, Краснярский, той области, которую вы разыскиваете. Ваша задача найти на этом сайте, на официальном сайте администрации той или иной области, по которой вы работаете, найти такие словосочетания. Запишите. Местное самоуправление, местное самоуправление, либо, как еще пишут, МО, и думают, что за МО. Муниципальное образование. То есть, либо местное самоуправление, либо муниципальное образование. А дальше, зайдя по этим ссылкам, вы находите список районов, либо городских округов. Я взял самый первый по списку, это Абонский район, и смотрим дальше. Мы смотрим паспорт района. Паспорт района. В паспорте района очень важно нам выписать все. И главу района, и главу, и председателя. То есть, на сегодняшний день важно узнать, в какой совет, какая деревня входила, какой поселковый совет. Почтовый адрес, телефоны, интернет-сайт. То есть, все-все-все. Если мы потом поедем, например, работать со старожилами, либо семейную институцию, либо сельская школа, нам эти все контакты нужны будут. Обычно в деревне кто про всех лучше знает? Почтальон, продавец магазина, ну и глава сельсовета, естественно. Вот эти три ключевых человека, которые в деревне нам очень сильно нужны, и помогают. Важно знать, куда они входили, какой состав. Дальше, когда вы зайдете на сайт, сайт администрации района, вы найдете, нужно найти историческую справку. Обычно на каждом официальном сайте района есть историческая справка. И вот здесь самое интересное. Здесь есть карта, но она обычно современная карта, и есть административно-территориальное отделение, как раз описывается дореволюционное, то есть в какую волос проделать деревья, в какой уезд проделать, в какой пубернии проделать. нужно понимать так же, что не повезло Боготольскому району, да, потому что много раз было разное территориальное отделение, поэтому документы для примера, документы по Боготольскому району будут здесь, в Томске, в Мариинске, в Кемерово, в Боготоле, в Вачинске, в Назарово, в Красноярске, то есть в Рыфово, в Крузовой фабрике, везде могут быть. Если у вас подобный зеленый пункт, который граничит с границами районов, областей, округов, имейте в виду, что придется прошедшить все вот эти местные архивы районно-городские. А можно спросить, что у Руслана будет, то я тут забегаю сегодня. Мизинчиковые батарейки. Пусть он либо купит, я ему денежку отдам. Ну, то тут бегать и бегать нечего. И меня, конечно, подвели эти батарейки. Вроде бы новое брало, уже не рабочее. Вчера в Кровеческом музее спрашивали, граммофон, работаете на них? А она говорит, конечно, работает. Точнее, сегодняшние пластмассовые они такие вот с этими батарейками. Уже реклама два раза с семинарами сегодня все. Следующий момент – это Википедия. Википедия, профессура исторически считает, что это свалка, туда можно, ну, потому что любой человек может туда что-то внести, что-то убрать. Википедию обычно хорошо использовать внизу, там есть всегда ссылки, то есть смотреть, что в Википедии, это электронная месопопедия, на какие ссылки опирался человек, что он, вот если пишет какую-то статью, то какие есть ссылки. Если ссылок нет, здесь, конечно, можно что-то подрать. Но если вопрос территориального деления, то здесь далеко сильно не набрешь и не уйдешь, потому что здесь четко такая вещь. Поэтому Википедия. Следующий, если в интернете нет, мы не можем найти, но бывает вот тот же Абонский район, тут в Голоде ничего нет, то мы идем в библиотеку. Вчера мы с вами говорили про две книги, это список населенных мест и список церквей либо приходов в какой-то епархии. Ну вот взять, например, наш Енисит, в Томске есть, естественно, Томская губерния. Или здесь в библиотеке есть, на официальном сайте Томского областного архива тоже есть оцифрованные. Здесь как раз в этих книгах они стали издаваться в 11-м 1911-м 12-й год с целью, когда уже пик переселенческой Столыпинской реформы подошел к концу и они стали проводить учет все-таки сколько у нас новых властей, сколько новых деревень появилось. И здесь как раз в этой книге записаны сразу два названия деревни. Как назывался участок и как называется деревня. То есть если вы найдете ваш участок или вашу деревню, как он раньше назывался, каким был участком, если не менял название прекрасно, если менял новое знание значит знать, в какую волость он входил, в какой уезд он входил, либо деревня входила, и в какую убеду. Вот зная вот эти две вещи, название прихода вашей церкви, в которую входили предки, и название территориального деления, ну, в кавычках можете смело дверь открывать на обоих вольхи. Если вы не знаете этих двух вещей, но вас поболят, и объясню почему. Не то, что такие злые в архиве работают, хотя и разное бывает, а здесь это сама система архивной работы. Если бы человек, который работает в архиве, получал зарплату от выдачи архивного документа, он бы, естественно, прыгнул от леса. Но он получает свой отлаг, зачастую не очень большой, и больше сокращают, чем они повышают зарплату. И когда приходит человек в архив, то перед тем, как выдать мне документ, каждое архивное дело проверяют каждый лист. Потом дают мне, я смотрю, работаю с этим делом, сдаю его, за мной снова проверяют, не вырвал ли я там пару листов. Вроде бы камеры, но все равно. такие, как советские архивные традиции. Так это было заведено еще при советах, поэтому эти правила нигде, ни в Беларуси, ни в Украине, ни в России не собираются выбирать. Поэтому, когда вы приходите в архив, первое, что видит архивариус, это не вас, это гору книг. И если вы еще не знаете, что вы ищите, не знаете ни название села, ни название церкви, ни в власти, ни уезла, говорите как после имени Ильича, то у человека мандраж. Думают, опа, сейчас либо на заказы кучу, это не всем этим дышает. У меня одна хорошая заведующая читального зала, она говорит, я мастер спорта по плаванию. За пять лет работы читального зала, налиставшись, она говорит, нас всех сотрудников архива повели на медосмотр. И у меня обнаружили хронические, как он там называется, бронхит, или бронхит, что-то слегка и короче. Астма. Нет, не астма, астма, я помню, как это вот там назвала, медицинский термин. Ну вот, за пять лет работы заработала себе такое неприятное дело. Я, как мастер спорта по плаванию. Вот, то есть, понятно, что отношение к этим документам, как их будут смотреть, как их будут искать, и как они будут правильно отвечать, оно будет естественным. Нужно ли человеку портить за, там, мизерный свой оклад здоровья, это, естественно, будет вот вливаться в такие вещи. Поэтому, очень важно знать вот эти все дела, чтобы человек четко знал, ага, вы уже знаете над вами церкви, вы уже понимаете вот эти вещи. Второе, что нужно знать, когда идем в архив. Сейчас я сразу их наставлю, чтобы мне не бегать. Значит, это основание. Если вы знаете основание, что это такое, а это архивный шифр или адрес документа, то уже смело можете заходить в архив и писать запросы. Если вы не знаете, что это такое, будет много-много проблем. Сейчас расскажу. Значит, представьте себе, я просто схематично зарисовал, что это как шкаф с книгами. Вот давайте сделаем так. Шкаф это фонд. Таких шкафов в архиве тысячи. Каждый фонд имеет свой номер, каждый фонд имеет свое название. Ну, для примера, чтобы лучше понимать, давайте возьмем фонд судебных дел. Например, фонд судебных там, как это называется, фонд судебных дел, комс-губерния. Каждая опись полочка это будет делиться на административные дела, на уголовные дела, на политические сынные дела и много-много-много таких полок. это символически естественно. Каждая книга на полке это номер, это дело, которое имеет свой номер, которое имеет свое название, свои годы и так далее. Их там тоже до миллиона в архиве может быть. Поэтому, когда к вам вы приходите в архив и вам говорят извините, но по вашей деревне все сгорело, вы ничего не найдете. Это вранье вот такое, знаете, которое говорит идите отсюда. Вот так. Не может ни один человек знать миллионы документов и название всех дел и где не хранятся и как не хранятся. Поэтому и зуб ни один архив отдал из того, что говорит зуб отдам, но нет у нас наших в архиве говоришь давайте зуб немножко отдам. Нельзя идти на повод сотрудника и сколько бы лет он не работал. Она мне говорила, что 30 лет работал первый раз дальше. В архиве каждому это всегда открытие. Поэтому в Омске это называется легенда. Не знаю, куда нельзя ли это, но во всех других архивах это основание. То есть это адрес книги, адрес документов. Еще один важный момент, что в архивном деле имеются листы с оборотами. Ну, например, открываете книгу, она всегда на две части раскрывается. Палочка выручала, что спросил прошу нить, чтобы меня так допустил, что нить а вы будете помогать, вы спасибо. Нет, не спасибо. Спасибо. Хорошо. Это мне урок тоже учусь, чтобы брать эти. Так, давайте поднимем. Пойдем. один опыт обычный. Ее даже порой не пишут, но все ее в уме держат, как таблицу умножения. И никто вам никогда об этом не скажет. Один оборот. А как нам слов, самая интересная, самая ценная информация, она наоборот. Мы сегодня документы, которые вы видите. Поэтому очень важно записывать листы с оборотами. Например, если вы нашли своего предка в документе, ну, бывает такое, что затрутились, и дело сдали. А потом говорить, я хочу назад дело, хочу фотокопию-то снять, либо псирокопию документов, все-таки семейный архив. А вы не знаете оборота. Естественно, вам нужно поднять это дело назад. Либо вы написали так, что без оборотов вам оцифровали, либо сняли, а деньги уже заплатились, естественно, никому не говнет, и сняли, но не то, что нужно. Вот. Поэтому правило огласит такое, что если вы сдали документ и повторно хотите его заказать, то это дело вам выдадут только через два месяца. Неважно, иногородние вы, приезжие, не приезжие, все, дело сдали, это же самое дело вы получите через два месяца. Не спрашивайте меня, почему это, откуда это правило. Мне непонятно это правило. В Киеве мне сказали, что у них до шести месяцев. Еще куча. Вот. Но такое правило есть, оно четко придерживается. Поэтому всегда, когда вы что-то записываете, что-то выписываете, фиксируйте себе основание. То есть номер фонда, номер описи, номер дела, листь с оборотом обязательно. Можно дальше. Вот одна из обложек документа, как она выглядит. То есть всегда есть вверху и внизу вот этот адрес, шифр архивный фонд опись дела. И посмотрите, на деле написано количество листов. Например, 185. Когда вы будете работать с описью, что такое опись? Это вам такую папочку. Ну, например, вы расследуете дела по политических целях, например, там, Дев, там, 1830 год, хорошо, должна быть папочка по политическим целях за 1830-1830 годы. Это опись. Вы эту опись открываете, а в ней будут перечислены номера дел и название дел, и количество листов в каждом деле. Очень важно, если они записаны, бывает, что они не записаны, но очень важно выписать все количество дел по тем делам, которые... Ой, запутался. Количество листов по тем делам, которые вас интересуют. Например, дело 43, политический сын, там, Рашкевич какой-нибудь, Варашкевич. Количество листов, там, 150 листов. Почему важно записывать количество листов? Почему я на это концентрирую внимание. Опять же, тут правило прихивное, которое везде. А правило гласит такое, что, ну, кто-то в советское время так посчитал, и никто не собирается его отменять или не менять. Что в день человек может посмотреть не больше полторы тысячи листов. Поэтому, если в день, как нижнемокраде, две недели, три недели назад выдали документ, там, больше трех тысяч листов. То есть, если от накида выжеколена, огромнейшее дело, большое, то ему по правилам должны одно только дело принести. Конечно, разбирательные листы на две книги не будут, но, если вы планируете, например, вы приехали в какой-то город, в тот же Красноярск, и хотите поработать с документами, и вы видите, что от того дела только полторы тысячи, соответственно, все последующие дела тоже должны быть примерно такого же количества листов. А значит, нужно планировать, что от того дела будете смотреть в день. И не важно, что там шито двадцать церквей, и вам нужна только одна, пятнадцать листов. Вот посмотрите там минут за пятнадцать-двадцать, в зависимости от того, какой вы будете читать текст, и все, вы поработаете с одним делом. Поэтому очень важно знать и планировать себе, сколько листов. Если делало 185 листов, соответственно, все другие последующие дела тоже должны быть где-то в этом. смело нужно заказывать, обычно заказывают около иногородним десять дел, местным жителям пять дел. В каждом архиве, конечно, в своей порядке, в своей правиле в Минске, в Украине такие областные, национальные архивы, они принимают заявки для местных жителей около пяти дел в месяц. Что такое пять дел в месяц? Пять лет. Если иногородний, то, конечно, здесь больше дают количество дел. То есть, правило власти такое для всех. Всегда указывают источники. Пожалуйста, все запишите. То есть, источник – это основание. Номер фонда, опись и дел, чтобы потом не дублировать работу. Даже если вы, например, отфотографировали какой-то, либо сделали ксерокопию какого-то документа, вложили себе семейную историю. Чтобы у ваших потомков не было дубляжа в этой работе, потому что они скажут, ну, один, может быть, такой, сильно, жгучий потомок, скажут, вот хочу с этим документом лично его в руках потрогать, ну, интересно мне, бабушка нашла в археи, а я вам хочу найти. А у вас нет основания. Значит, ему надо всю эту работу переворошить заново. Поэтому, если у него будет источник основания, с основания вы можете проверить любого архивариуса, можете проверить любого коммерческого поисковика, типа меня, когда люди говорят, ну, а вы можете мне там сочинять на брюте. Есть основания, по которым вы можете всегда сделать запрос в архив и запросить архивную справку с гербовой печати о том, что где-то дело находится. Вот, сочетая версия. Можно дальше. Так, можно еще. Значит, поговорим о запросах. Запишите. Запросы. Как мы работаем с запросами? Помните о том, что никто не любит читать сочинения о том, как ты провел летом. Если вы напишите в запросе, что мой дед, и начинаете там на два, на три предложения писать, там туда, так и туда, туда, то же самое, если вы мне будете писать, то прошу, тоже очень коротко и ясно, потому что когда один запрос, это одно дело, когда их в день, по несколько, чтобы ответить и не затянуть вам на эти долги долгие годы и архивариус и любой человек, который работает с архивами, он должен четко, у него уже есть картина того, куда бежать, кому звонить. Но ему тоже нужно четко знать, что вы хотите и что у вас есть. Поэтому не должно быть в запросах ни в ФСБ, ни в БВД, ни в ЗАГС, ни в архив таких вот на два листа сочинений. Очень коротко так и запишите. Не больше двух предложений. Чем короче и четче, тем лучше. Тем быстрее вам ответят и меньше шансов на отписку. Итак, первым мы пишем фамилиями отчества и цель запроса. Цель запроса мы пишем либо составление генеалогии, составление древа, семейная история. Здесь, конечно, человеческий фактор очень сильно работает. Когда мне тоже там следующее одного зала сказал, вы мне достали со своей родословной. То есть, кого-то слово родословной уже просто песен. Поэтому я нашел другой путь с такими людьми. Я просто пишу книгу по деревне такой-то. Я не вру, я действительно собираю информацию по деревне и по жителям деревни. И тогда, когда вы пишете в требовании заявление, что вы пишете книгу, к вам отношение немножко по-другому. Поэтому имейте в виду, что в зависимости того, как вы с вами разговариваете, повернется работа. Можно в следующем. То есть, мы пишем, что вам известно, что мне известно. Мне известно фамилия такого-то родственника. Если мы пишем, например, запрос ФСБ, чтобы узнать о репрессии, мы пишем фамилию родственника и что коротко вам известно. Когда его забрали, в каком году расстреляли и где. Все. Больше ничего. Ни о том за что, почему. Даже если вы знаете, не пишите об этом. Это уведет больше людей в третий. Это что нужно узнать. И кто что конкретно пишет. познакомиться с делом, если вопрос идет о ФСБ. Если вопрос идет о ЗАГС, вы говорите я хочу получить архив свидетельство о рождении или повторное свидетельство о рождении либо братье смерти. То есть конкретно что тоже там в одном предложении все нужно сделать. Что конкретно вам нужно за какой год кого вы ищите. Пометьте себе восклицательным знаком. Архивы смотрят документы плюс минус пять лет то есть вы можете как минимум запросить период десятилетия чтобы посмотрели. Если придет отрицательно вы по дурочку пользуетесь и по новой отправляйте по другим десять лет. От ЗАГС смотрят три года. Плюс минус три года. Плюс минус три года. Четвертое. Оставляйте свои контакты. телефон. Телефон потому что часто сейчас звонят ФСБ даже по Красноярскому краю смс приходит оцените работу сотрудников МВД по Красноярскому краю. Техника дошла оценку можно поставить сотрудникам. Не представляю себе представление такое. Это прям какая-то комедия. Оцените работу сотрудника МВД. Знаете как раньше недавно документы у нас человек Алексей Барин. Кому нужно запишите он занимается по репрессиям по Красноярскому краю. Кого репрессировали в Красноярском крае. Он недавно нашел такой документ что. Но действительно не было никакой логики за что человека могли забрать в эти трудлагеря либо расстрелять. Был просто план. Страна бедная, нищая, после революции гражданской нужно строить заводы электричества и грест. А кто будет это все делать? Делать конечно будет, но им же платить надо. А страна не может себе позволить такие расходы. Поэтому просто была разнарядка 200 человек на завод Тарин Мак. Все. Идем пришиваем любому смертному 58 статью. Приходит женщина например говорит вчера приезжал воронок семью забрали. а дети у меня общак через стенку фанеры все слышно дети голодные уже второй день пищат народ я не знаю что с ним делать. Иначе женщина сейчас подождите все вещи через себя приходит и надевает наручники в камеру. Где логика? А дети не группы ее так-то надо еще по улице собирать народ пугает. А так вот она как горячий пирожок пришла ее высмотрят иди работать. Ну естественно там статью что о разглашении дел. Вот и например на релагу нужно было там какой-то инженер. Они прям смотрят где работает какой инженер. Ага вот этот адрес идите пишите ему 58 и он бесплатно всю жизнь и вся семья будет на релаге работать. То есть страшное дело. А сегодня оцените работу сотрудников КГБ. Значит дальше. Ответ какой должен быть прикин можно все нажать. Там 4 штуки. Так и так. Значит сразу вашему запросу когда вы пишете присваивается номер и сам ответ. Номер и сам ответ. И самое важное как отличить хорошие ответы проработанные от 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 диски. Это основание. То есть должен быть архивный шифр. Конечно здесь у них такое правило которое подстраховывает сотрудников архивов или загсов что если дела нет то можно вообще ничего не писать. Но здесь правило такое что в течение месяца они должны дать ответ. ну какой ответ они могут написать вот все что хочешь могут вообще написать что все сгорело ничего нет отстань от нас вот так конечно не должно быть по правилам ну как и по человечески и вообще то есть если они пишут что извините у нас все сгорело ну где основания всегда есть в архиве опись что сгорело вы мне хотя бы ссылку дайте на эту опись чтобы я знал а что у вас вообще в принципе говорило да действительно в 70-80-е годы что то жгли любой архив открыт в интернете посмотрите историю архива и увидите что то жгли вот и в эти документы попали как раз и политически стыдные там в 1800-е годы вот видать какие-то там судебные дела но все равно должна быть какая-то опись основания для меня показывает что если есть основание значит человек проработал с архивным делом поднял попу от стула достал книгу и с ним с этой книги работал если основания нет естественно он никогда не напишет исполнителя фамилии его отчества он писать не будет если нет фамилии его отчества он естественно не напишет свои контакты свой телефон то есть это в грубежной форме отписка это вы должны понимать у кого есть Если вы смотрите, например, по метрическим книгам, о которых мы сейчас еще будем говорить, то когда вы пишете запрос в архив, ваша цель первого запроса должна быть следующая. Узнать, сохранились ли документы по той или иной церкви. Церковь, название церкви вы уже заранее должны знать. То есть, сохранились ли села Ивановского в Пятницкой церкви? Если да, то за какие годы сохранились ли метрические книги? Если да, то за какие годы? Ваша задача узнать, что сохранилось в архиве. Потом уже думать, как вы будете с этим работать. Если вы напишете, хочу генеалогический запрос, вам поставят либо счет, либо скажут, извините, но у нас нет сотрудников, которые будут исполнять эту работу. Ну и я вам объясню, как делает поиск генеалогический архив. Наше дерево, конечно, всегда... Вообще неправильно, вот сейчас какая-то мода пошла, не знаю, но это неправильная мода, когда дерево называют род и какой-то фамилией. Это неправильно, некрасиво, по крайней мере, по гдивящим фамилиям наших бабушек. Нельзя называть родословную, родную фамилию. Можно назвать семейное дерево, можно назвать там просто дерево. Но ни в коем случае присваивали фамилию родословную, это неправильно. Это возникает именно по той простой причине, что люди не знают девичьей фамилии. Если бы они не знали девичьей фамилии, вы их не назовете, что-то где-то волна. Вот, как смотрит архив? Архив берет и делает срез по вашей прямой фамилии. Он не будет искать там девичьей фамилии ваших бабушек, им это не надо. Вы их делаете, и вы и не знаете, кого искать, правильно? Мы же не знаем девичьей фамилии. Мы говорим, фамилия Петрова, пожалуйста, дайте мне Петрова. Они, конечно, там могут написать, если появится в брак, но у наших бабушек же тоже родители. А это понятно, что это могут быть и бесконечные работы. Как бы здесь сотрудника архива тоже можно понять. Но платить от 40 тысяч рублей больше за вот такой средств я лично смысла не вижу. Если кто, конечно, хочет, пожалуйста, я вас не отговариваю. Но вы должны это знать и понимать, что для нас, для семейного древа, это ерунда. Точно так же, как сейчас многие архивы берут полторы тысячи рублей за одно только имя. Ну, нашли они мне бабушку. Мне родители ее не дают. Он только бабушку мне дает. Полторы тысячи рублей отдает. В смысле такой работы? Мне их там надо много, как минимум. Вот. Следующим. Понятно, да? По запросам. Давайте по поводу репрессии и расплачных. Можно там штук пять нажать. Так, так, так. Все. Значит, где хранятся документы по репрессированным и расплачным? Районный архив, городский архив, то есть ранее уездный город. Областной архив, краевой, ГУД, ФСБ, КГБ, СБУ. СБУ, Служба безопасности Украины, КГБ, Беларусь. Ну, КНБ, ну, они, второй язык официально русский, поэтому футболу не забивать еще. А, КНБ, это в смысле? Казахская национальная. А, Казахская. Я думаю, правильно, что у них там КТБ, комитет державной безопасности. Дальше. Следующий слайд. Теперь тоже там, у нас пять можно нажать. А, не успели? Да. Будь, глазка, назад. А, ну, здесь. Позвольте. То есть, если... По опыту скажу, что лучше написать сразу во все эти архивы. Сразу. Несколько запросов отправить, чтобы когда начнется футбол, вы могли с ними хорошо играть. То есть, у нас нет, а идите туда, у нас нет, идите туда. А тут вам сразу за месяц пришли там, в течение месяца, либо через месяц пришли все ответы, и вы уже сравниваете, у кого что есть. Вот. Ну, например, в таких труднодоступных местах, как Аргасовский район, может быть, все что угодно. У нас по Сибири тоже таких районов очень-очень много. Поэтому многие документы не попали в ГУВД, либо в областной архив, а хранятся в районных архивах. Поэтому у нас есть Куранецкий очень хороший архив, расплаченный, репрессированный. И что-то интересно, там можно смотреть, что-то все бесплатно, без очереди, кого-то ж. А в ГУВД, аж при доставке, нотариально заверенный документ, что вы, подпревой, родственник. Вот это вот. Кто где... Каждый собственник экранов, да, кто где за каким столом сидит, такие правила выполняют. Вот суть одна и та же, те же самые документы. Но в другой архив и уже, вот тут уже надо, прыгну через левое плечо, чтобы получить этот документ. Поэтому в вашем месте я бы сразу отправил во все вот эти архивы по вашему ответу. Записали, да? Идем дальше. Итак, какие там могут быть документы? Документов может быть в море. Так, еще, еще и... Ну, здесь и становится. Значит, личные дела обязательно. По каждому репрессируемому есть личные дела. Анкеты. Допросы, доносы, списки, лишенцы избирательных прав. Красные партизаны, партийные списки и анкеты. Ну, архивилагу БАК я бы предложил всем почитать, просто чтобы окунуться в эту жизнь, что пережили наши предки. Эту книгу бы я лучше ввел во все классы для подростков, когда бы у нас ни суицидов не было, ни наркотиков не было, дети бы стали понимать, что такое жизнь. Если бы они считали архива-блак, как это было, как семьи просто раздирали. У меня был опыт следующий, тоже, который, я думаю, вам должен помочь. Моих предков, о которых я вчера говорил, Чицки, которые воспитывали мою бабушку, и я сделал запрос к расходу,